Более пяти тысяч коллективов и сорок тысяч участников в Саратове подвели итоги парада достижений народного творчества. Фестиваль огней так много золотых проводился среди коллективов области в течение нескольких месяцев. Каждый район мог продемонстрировать лучшие достижения в сфере культуры на своей концертной площадке. Кто стал победителем, выяснила наша съемочная группа. Культура как одна семья! Вы проходите поскорее! Мы приглашаем всех гостей! Уже на входе делегации районов области встречают песнями и танцами. Парад достижений завершается здесь, в региональном центре народного творчества. Марафон длиной 8 месяцев стартовал в феврале и прошелся по всем уголкам Саратовской области культурным ураганом. За это время свои достижения продемонстрировали более пяти тысяч коллективов. Их всех объединила культура. На собственных концертных площадках танцевали, пели и давали представления 40 тысяч участников. Выступали не только артисты, допустим, разных жанров, но и театр выступал, и, кстати, наши представители приехали, их будут награждать. И различные жанры музыки очень много, очень много было. Так что всем хватило, я думаю, места для того, чтобы реализовать себя, показать свои таланты, показать все самое лучшее, чем обладают районы или районные администрации, или города. В финале встречаются победители. Гала-концерт и награждение – завершающий этап парада достижений народного творчества. Время подводить итоги и думать, что делать дальше. Все участники фестиваля уже подписались под предложением сделать парад достижений ежегодным. У него есть все шансы стать самым ярким культурным событием и даже выйти за пределы региона, как это было с другими подобными проектами. «Приехали к нам и Пензы, и Волгоград, и Санкт-Петербург, и Белоруссия приезжала, и Смоленск приезжала. Я думаю, что близлежащие области, это Пенза, это Волгоград, это Воронеж, это Тамбов, безусловно, захотят принять участие в этом параде достижений. Я уверена, что мы можем стать таким же самым фестивалем всероссийского уровня, где народные вот эти традиции, где народная культура будет представлена на широкий зрительский аспект. Победителей первого парада достижений немало. 32 коллектива удостоены диплома Гран-при. Свыше 150 получили дипломы лауреата первой степени. Больше всех отличились Балаковский, Краснокутский, Перелюбский, Энгельский и Дергачевский районы. И самое приятное, говорят организаторы, что крупным культурным центрам ни в чем не уступали небольшие населенные пункты.